Храм Архангела Михаила в деревне Береговая построен в 1997 году, но история православия в этих краях насчитывает сотни лет, и эту историю изучают и чтят здесь. Настоятель храма Ирий Даниил Голоднов рассказывает своим воспитанникам и прихожанам церкви о героическом прошлом их предков, которые не только осваивали Сибирь, но и проповедовали в этих местах христианство. А в годы гонений в 20 веке погибли за свою веру. В память об этих людях и событиях в большой церковный праздник воздвижения Креста Господня прихожане храма Архангела Михаила крестным ходом прошли по историческому пути до деревни Смолина, туда, где когда-то существовала церковь в честь вождя небесного воинства, архистратига Михаила, построенная еще в XIX веке и разрушенная в 89 году XX века. Около 10 километров пути прошли крестоходцы, неся на руках 4-метровый деревянный крест. Благого дела не тяжело нести, в принципе. Ну так, идти тяжело, конечно. Сколько вы сюда путете? Ну километров 5, наверное. А еще предстоит? Ну еще, наверное, 5-7. А куда идти? В Смолино. Будем устанавливать крест в честь погибших казаков. Ты что несешь? Хоругави. Хоругави? Это что такое? Ну как? Знамя. Знамя Божье. Куда же ты несешь? Крест возводить будем. А знамя Божье зачем несешь? Божье знамя. Зачем несешь? Чтобы видели, что мы Божьи люди. Звездите, лечи на Кенте, я моли Бога у нас. Звездите, лечи в Гнатии, я моли Бога у нас. Звездите, лечи в Гнатии, я моли Бога у нас. Шли от деревни Береговая через Шумиху, по проселочным дорогам, по которым когда-то люди ходили в Смолинскую цирковь. Сегодня праздник воздвижения Христа Господня. И отец Даниэль решил связать этот праздник и пойти крестным входом впервые за сто лет в деревню Смолина на крестовоздвижение. Мы тоже будем крест воздвигать. На обрывистом берегу реки Томь, на территории бывшего сельского кладбища и рядом с тем местом, где ранее располагался православный храм, крестоходцы воздвигли простой деревянный крест из лиственницы. Надеюсь, что местные жители отнесутся с уважением к трагической истории своей малой родины. Вот все-таки достаем, стоит уверенно. А может, все-таки маленькая цемента? Нет, нет. Представляете, вот с 1604-го до 1617-го, вот это посередине пути, между Томском и Кузнецком, вот это центр, середина. И казаки, для них единственная дорога, вот речка Томь была, на стругах подымались вверх. И вот это красивейшее место, живописнейшее здесь, да, была основана деревня. И поскольку люди сюда приходили не просто, как некоторые думают, завоевателями, нет, они приходили сюда еще как миссионеры. В общем-то, несли с собой свет Христовой и православной веры. И в первую очередь здесь был поставлен храм. Храм ставился из лиственницы, из очень толстых бревен. Здесь сейчас таких деревьев уже нет. Это живописное красивое место в послереволюционные годы было обогрено кровью невинных людей. Здесь бандит Рогов казнил 40 человек, среди которых были священники храма и прихожане. У нас здесь свои есть великие святыни, есть свои мученики, есть своя очень интересная глубокая история, которую должны знать дети наши. Всех вас благодарю, огромное вам спасибо. И тем, кто делал крест, тем, кто мешал раствор, тем, кто его нес, всем, кто отпросился со школы, с работы, кто нашел время, несмотря на то, что все были заняты, в это время пожертвовали на воздвижение Животворяющего Креста. И за это награда от Бога велика. Установленный крест был освящен, и после молебны ребята из православного военно-патриотического клуба «Архистротик», казаки и другие прихожане храма Архангела Михаила, принесшие на своих руках этот памятный крест, уставшие, но радостные, отправились домой, планируя совершать подобный крестный ход каждый год в праздник воздвижения Креста Господня.